Именно поэтому вы всегда должны держать свой телефон заряженным. Мои подруги были достаточно странные родители, я часто была у них в гостях и видела их поведение. Ну ладно, скажу честно, отца её я почти не видела, но её мать была очень странная. Я слишком сильно постоянно пыталась её уберечь от всего, она была рядом с ней постоянно. Так как я в этом ничего не понимаю, я думала, что это просто какой-то материнский инсинк. Когда я приходила к ним домой, она откровенно мне в лицо высказывала, какая я ужасна. И ей очень сильно не нравилось, что я дружила с её дочерью. Потом её мама куда-то исчезла. В прямом смысле этого слова я больше её никогда не видела. Я никогда не поднимала эту тему, и прошло уже очень много лет, и я наконец-то решила спросить, что это было. Мама сказала, что однажды ей на телефон начал звонить какой-то незнакомец. А её мама просто ей говорила не брать трубки и игнорировать. Но после того, как этот незнакомец позвонил уже в шестой раз, она наконец-то взяла эту трубку. Но в другом конце послышался мужской голос, который начал звать её и говорить её имя. Понимаешься к официальности этой подруги, я не буду называть её имя. И когда она сказала, да, алё, это я, и так далее, тот мужчина сказал, о боже мой, наконец-то мы тебя нашли. Не пугайся, зайчик, мы за тобой выезжаем. Моя подруга решила рассказать об этом своей маме. И тут её мама сказала быстро собирать вещи, садиться в машину и уезжать отсюда как можно быстрее. Моя подруга почти не собрала никакие вещи, они просто выбежали из дома как можно скорее, сели в машину и поехали в недостное направление. В этот момент моя подруга начала звонить тому самому дяденьке, потому что в своей голове она поняла одну очень страшную вещь. По продолжению этой истории я оставлю у себя в инстаграме, мой ник на экране, переходите, смотрите и также рассказывайте в комментариях, ну или пишите мне в директ свои самые страшные истории и возможно именно ваша история попадёт в следующее видео.